Всем привет! Меня зовут Эрнест Чуков и это программа Суровый выходной. Друзья, что-то вот резко холодно стало, видно, что зиме уже не терпится приступить к своим обязанностям. И мы вот тут сидели всей съемочной группой и думали, где бы снять очередной выпуск программы Суровый выходной. Наши продюсеры, естественно, предлагали нам следующие испытания, хотели отправить нас в горы на 5 дней, без еды, без питья, без средств связи, так сказать, суровый, настоящий выходной, показать, что мы можем. Операторы предлагали другой вариант, отправить нас на Мальдивы, ну или в крайний случай в Анталию, чтобы мы там уже на белом песке смогли спокойно снять. Ну, я, естественно, был в пользу оператора, выбрал. Но долго думали, думали, в общем, решили, что зачем нам Анталия, какие нам Мальдивы, если мы еще не все посмотрели в нашей Карачаево-Черкесии любимой. Долго думали, что же мы еще не сняли у нас в республике, и тут один из операторов предложил такой вариант, как Учкурские водопады. Вот вы слышали такие? Я нет до недавнего времени. А они есть, существуют. И сегодня мы туда пойдем. Что это за водопады и какие примечательные места там есть, вы узнаете, если останетесь с нами. А вы же останетесь? Договорились. В общем, присаживайтесь поудобнее, делайте пульт. Берите пульт, делайте пульт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Ну вот мы и приехали. Дальше дороги нет, стоит Шлагбаум. Дальше мы идем пешком. Я уже слышу звук водопадиков небольших. Значит, что мы все делаем правильно. Вот где-то здесь рядом уже находятся Учкурские водопады. Пойдемте. Ну что ж, друзья, вот мы на месте практически. Вот она, под нами идет речка Учкурка. Маленькая такая, но быстрая. И мы сейчас спустимся вниз оператором и попробуем пройти по ее руслу. И эта дорога нас выведет к водопадам. Пойдемте. Друзья, здесь очень красиво. Только русло реки таким образом идет, что постоянно нужно перепрыгивать с берега на берег. Знаете, о чем я жалею? О том, что я не взял рыбацкие сапоги вот такие. Вот так натянул бы и прям по ним прошел. Ну вот добавит экстрима. Наша программа превращается в программу сурового выходной. Не намочи ноги. Оставайтесь с нами. И самое главное, держите ноги в тепле. Я нашел какую-то ягоду, похожую на дикую малину, только черную. Такая есть в природе. Очень вкусная. Но, надеюсь, я смогу дальше вести эту программу. Так. Здесь мокро все. Скользко самое главное. Так что нужно быть осторожнее. Друзья, вот он. Первый водопад из целой серии каскада водопадов. Конечно, это не такой крупный, как Алибекский водопад. Но это тоже водопад. Это маленький водопадик, который по-своему прикрасит. Посмотрите просто, с какой скоростью эта учкурка расходится. И вода постоянным потоком вот так, с небольшой высоты спускается вниз, внизу образуя пену своего рода. И внизу такая маленькая ванна. Я, конечно, не сошел с ума, но у меня есть желание искупаться. Я сейчас попробую воду. Насколько она холодная. И посмотрим. Глубина вот этого бассейна, куда спадает. Вода с первого учкурского водопада по порядка полуметра. Вода очень холодная. И тут у нас дилемма. Как пройти дальше? Только по скальным выступам. Ну, либо по самой реке. А вода холодная, напомню. Либо по скальным выступам, по которым можно упасть. Либо по воде. А вода холодная, я еще раз скажу. Поэтому по скальным выступам. И еще, друзья, хочу вам показать, как нелегка все-таки операторская работа. Посмотрите на нашего оператора, Заур Гутикула. После сегодняшней съемки вы можете давать мастер спорта по альпинизму. И все для чего? Для того, чтобы снять красивый кадр, как я, прохожу. Все для вас, друзья. Все для хорошего кадра. Аккуратнее там. Аккуратнее. Ух ты! Отсюда открывается такой вид красивый. Вот прям... Вот сейчас я даже найду себе место, где можно сесть. Но ненадолго. Вот. Вот водопад красивый. Впереди еще красота. Эх! Красивое место. А здесь можно укрыться дождем. От дождя практически. Трехкомнатная квартира. С видом на природу. А что, вода всегда есть. Крыша есть. Еда тоже есть. Вот. Шиповник. Друзья, между прочим, дикий шиповник, одна ягода этого шиповника заменяет 3 килограмма говядины. Спросите, откуда я это знаю? Не знаю, я сам придумал. Но очень вкусно. Ну что, у меня получилось. Я прошел вот этот сложный выступ. И вот сзади вижу второй небольшой водопадик. Сейчас мы вам его поближе покажем. Давайте спустимся вниз. Ну вот он, водопадик маленький. Вот тут стоит дилемма. Как его пройти? И чует мое сердце, что все-таки не обойтись без мокрых ног. А на дворе ноябрь. Почти что. Поэтому аккуратнее. Ну что? Спустимся. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот над водопадами, которые мы искали, которые мы нашли, растет такое растение, как терн. Все, наверное, слышали выражение «путь тернист». Так вот, это выражение вышло из-за этого растения. Потому что его ветки, смотрите, крепко они держат, и очень сложно пройти мимо них, вокруг, сквозь них, скажем так. Но есть особенность одна хорошая. Это ягоды терна. Из него делают первоклассное вино. Я не знаю, может быть, делают и варенье, но ягоды сами по себе, когда еще не созревшие, они вяжут, как хурма. Но вот сейчас, по идее, они уже должны вяжут, в них косточка есть, но очень вкусная. Смесь, как бы вам объяснить, черешни, может, с яблоком, какие-то кисленькие, но одновременно и сладенькие. Очень вкусные ягоды. И вообще у нас в Карачаево-Черкесии с голоду точно не помрешь. Вон там растет шиповник, вон там я видел ниже барбарис, а там орешник. Раздолье. В общем, друзья, а витаминоз нам не грозит. Все. Я свою миссию сделал, могу ехать домой, операторы пускай снимают. Что головой марш, не нравится? Бувь ягода. На, на, на. Ну что ж, друзья, с водопадами покончено, но на этом наша передача еще не завершилась. Пока мы снимали тут, к нам подъехал местный фермер, у кого ферма здесь недалеко. И он поделился интересной историей. У него возле фермы есть скальный массив, на котором высечены иероглифы. Что за иероглифы, он не знает. И мы не знаем, потому что первый раз я слышал. Но, пользуясь случаем, мы сейчас туда поедем и проверим, что же за это за иероглифы. Может, мы откроем какое-нибудь научное открытие, может быть, и назовут этот скальный массив именем Чукова Эрнеста. Ну, если не назовут, то не назовут. Главное, нам надо проверить. Пойдемте. Ну, вот они, скалы, на которых где-то должны быть иероглифы на непонятном языке. Ну, судя по названию, иероглифы в нашем понимании это либо китайские, либо японские. Ну, насколько я знаю историю, здесь никогда не было ни китайцев, ни японцев. Поэтому, может, это какие-нибудь древнешумерские иероглифы. Посмотрим. В любом случае, посмотрим. Давайте. Осталось пройти недолго, немного. Но где именно эти иероглифы, еще никто не знает. Сейчас будем искать среди камней. Так, вот мы. пришли к этим скалам. Вот где-то здесь должны быть иероглифы. Будем искать. Скалы эти хорошо прогреты солнцем и идеальное место для жилья всяких ящериц, змей. Ну, вроде сейчас холодно. Надеюсь, эти присмыкающие уже улеглись на зимнюю спячку. В любом случае, мы сюда не за змеями пришли. Мы пришли искать иероглифы. Пойдемте их искать. Друзья, ну, пока никаких иероглифов я не вижу. Что это? Очередная легенда какая-нибудь красивая? Или действительно исторический факт? Будем искать эти иероглифы. Я не вижу ничего. Ты думаешь, китайский прям иероглиф? Ну, что ж, друзья, мы дошли до конца этой скалы. Дальше уже дороги нет. Пока никаких иероглифов я не вижу. Смотрим в три глаза. Вернее, в три пары глаз, считай. Я оператор и фотокамера. Тоже ничего не можем найти. Пойдем на обратном на обратную дорогу. Где-то нам советуют, что это куда надо идти. Посмотрим. Пойдемте. Вот, друзья, мы нашли. Мы нашли всякие иероглифы, но, к сожалению, это не те иероглифы, которые мы искали. Тут написано русским Саша и нарисован человечек. Рисунок очень похож на наскальный рисунок первобытного человека. Прямо один в один. А, тут еще написано Даша. В общем, Даша плюс Саша равняется... Ну, это слово я в прямом эфире вам, к сожалению, звучит не могу и закрою. Давайте представим, что Даша плюс Саша равняется любовь. Вот так мы соединяем сердца. Пойдемте искать дальше настоящие иероглифы. Друзья, ну, не знаю, не нашли мы никаких иероглифов, не нашли. Нашли вот надпись на чистейшем русском языке Джириков, Зулкарнай, или Зулкарнай, да, Зулкарнай и какие-то непонятные вот, иероглифы. Может, это и есть иероглифы, может, они про это говорили. Еще есть рисунки какие-то, ну, непонятно, то ли это творение недавнее, то ли это современность, то ли это древность. Ну, тех иероглифов, которые я мечтал увидеть, не нашел. Поэтому, к сожалению, наверное, научное открытие имени Чукова отменяется. Ничего, с нашей-то работой мы в любом случае что-нибудь найдем. Что, пойдемте дальше. На этом, друзья, наша передача еще не заканчивается. Впереди нас ожидает еще одно интересное место. Оставайтесь с нами, и вы его увидите. А мы спустимся вниз. Друзья, мы в очередной раз поменяли геолокацию. сейчас мы находимся в окрестностях станицы Красногорска. Вон, она сзади меня. Здесь Кубанское ущелье. Очень красиво. Отсюда прикрываются изумительные виды. Посмотрите, пожалуйста. и цель наша одна достопримечательность, к которой мы должны дойти. Идти прилично. Так, на глаз примерно километра три-четыре. Постараемся дойти, постараемся дойти, чтобы не стемнело, показать вам ее. Наверняка мало кто о ней знает, но она здесь и поблизости находится, поэтому мы хотим вам ее показать. эту достопримечательность пока именно я вам целенаправленно не рассказываю, чтобы вы оставались подольше. Знаете, как в хороших турецких сериалах или где-нибудь бразильских сериалах, где финал только в конце рассказывать. Так вот, идти нам прилично, горы высокие, склоны не пологие. Что делать? Такую профессию я себе выбрал. В общем, друзья, оставайтесь с нами и мы обязательно дойдем до этой точки. Пойдемте. Друзья, мы все идем и идем на то место, к которому мы направляемся на все дальше и дальше кажется. Обман зрения, знаете, такой горный обман зрения, когда кажется, вот, вот, оно близко, на самом деле, идешь, идешь. Но я думаю, мы скоро дойдем, еще, наверное, одна остановка и все-таки мы дойдем. Что хочется сказать в очередной раз? Посмотрите, какое прекрасное место вот здесь. Как эти скалы, похожие на скалы Бермонета, как вот эти, вот эта природа, вот эти цветы, насколько они все красивы, вот эта зелья. А мы находимся, друзья, внимание, всего лишь в части езды от республиканской столицы, города Черкеска. Часть езды. Вот сел в машину, приехал и фотографируйся сколько угодно. Снимай, и самое главное, память. Какие ощущения останутся от того, что вот здесь стоишь, вот как я сейчас стою над обрывом практически. Подо мной пустота. А вот там, многообразие природы Карачаева-Черкесии. Я люблю свою работу и хочу, чтобы вы также любили нашу природу, как люблю ее я. Ну, хватит глагольства. Давайте пойдем. Еще немного осталось. Последний такой рывок и мы будем на цель. Оставайтесь с вами. Друзья, вот мы и дошли. Это место называется Гора Кольцо. Но не то кольцо, которое рядом с Кисловодском, а в Итрачевском районе. Это другое. Другая достопримечательность и находится она вот здесь. Где-то на границе Хабецкого и Джигутинского районов. Но есть одно но. Мы зашли с верхней стороны и кольцо отсюда не видно. Но мы все равно покажем это кольцо, обойдем. Но отсюда зато открываются такие виды. У меня прям я не знаю показывают ли камеры как у меня коленки дрожат. Потому что я сейчас стою на выступе. не дай бог сорвусь, то каналу срочно понадобится новая ведущая этой программы. Поэтому я буду стоять аккуратно. Дабы мама не волновалась. Все нормально. Стою ровно. Так вот, друзья. Отсюда открывается такой изумительный вид. Мне кажется «Властелин колец» снимали здесь. Попрошу оператору просто показать вот эти кадры. Вот, посмотрите. Ну, чем вам? Ну, чем вам не «Властелин колец»? Чем вам не «Выживший»? Чем вам я не знаю какие еще такие фильмы? Прям красота. И так хочется, если честно, посидеть, подумать о будущем. О смысле жизни не подумать. Природа изумительна. Продолжение следует... «Властелин колец» Мы сгорем пополам кое-как сверхотуры спустились вниз для того, чтобы... Вот оно, вот кольцо, вот. Если честно, я думал совсем другое. Думал, оно там, оно вот, посмотрите. Вот. Вот оно, творение природы. Ух ты! Ух ты! Какая красота! Представляете, вот сейчас подо мной, надо мной вернее. Ух! Опа! А вид отсюда какой! Открывается. Вот, гора-кольцо. Мы выполнили свою миссию, друзья. Мы дошли до этого объекта, который очень красивый. Овид. Овид отсюда. Прямо захватывает дух. Не зря. Не зря все-таки мы тратили свои силы, тратили свое время и шли. Ну, судя по внешнему виду, здесь кроме людей бывают и лошади. От них осталось кое-что. Еще здесь вот много надписей. Но это мне не нравится, друзья. Это творение природы. Зачем их в кавычках украшать своими надписями. Вот, Алена из Сочи. 10 августа 15 года написала. 93 LAV 09 Наверное, автомобильные регионы. Конечно, рады, что Алена из Сочи любит нашу природу. Но могла бы просто написать и записочку куда-нибудь сюда. Тут еще вот еще какая-то записка. Здесь кто у нас? КЧР. Конечно, куда же. Узнаете почерк? Это одно и то же. Я, конечно, не Шейлок Холмс, но потому что опять 10 август, 15 год. Здесь Аленка, Ирка и знак равенства, вернее, знак любви. Я подозреваю, что они любят природу, а не Аленку и Ирку. В общем, вы поняли меня. Так, давайте насладимся природой. Охе-хей! Слышите эхо? Оно есть. Эхо-хей! то я здесь безумно красиво дух завораживает и и одним словом просто хочется любоваться на эту природу еще я здесь нашел один камень вот такой интересный это кварц он очень красивый смотрите как переливается и этот камень этот кварц я хочу подарить одной милой красивой девушки которая я знаю меня сейчас ждет ладно хватит романтики пойдемте домой нас ждет машина нас ждет водитель где-то там далеко если увидим по пути еще что-нибудь интересное то обязательно вам покажем поэтому я еще не прощаюсь оставайтесь нами что ж друзья буквально 3-4 километра пешком открыт горы кольца и мы возле нашей машины которая нас по проселочной дороге отвезет обратно в студию и на этом наша передача наш сегодняшний выпуск плавно подходит концу я надеюсь вы получили удовольствие от просмотра а я хочу вам представить тех которых которые трудились над созданием этой программы это наш оператор заоргу текулов и аплодирую наш водитель сергей самойла еще один оператор олег молхожа передает привет ну и конечно я эрнест чуков а все вместе мы съемочная группа программы суровых 1 увидимся на телеканале архиз 24 ровно через неделю следующее воскресенье 7 часов вечера берегите себя и будьте счастливы пока а а